МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная программа событий на Первом городском в студии Ольга Павлова. Здравствуйте. О главных темах выпуска коротко. В Самаре эвакуировали 140 детей из детского сада. К счастью, тревога оказалась учебной. Красно-белые вагоны бегут, не качаясь. Самарские трамваи отремонтировали и модернизировали. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Судебные приставы навестили должников по коммунальным услугам. Красно-белые вагоны бегут, не качаясь. В этом году самарские трамваи отремонтировали и модернизировали. Чистые вагоны для пассажиров, а для водителей солидная прибавка к бюджету. О результатах годовой работы глава города Дмитрий Азаров отчитался перед сотрудниками ТТУ. Пожелания и предложения трудового коллектива станут основой для дальнейших преобразований. Повысит ли штрафы за безбилетный проезд? Когда в Самаре ведут правила поведения в общественном транспорте? Откуда к нам приедут новые трамваи? На все вопросы работников трамвайно-троллейбусного управления ответил глава города. За год в жизни транспортного предприятия произошли перемены. Увеличилась зарплата всех сотрудников, изменилась схема движения маршрутов, улучшилось техническое состояние подвижного состава. Конечно, мне сегодня важно понимать, насколько те изменения, та новая работа, которая ведется, она ведется в правильном уровне. Дмитрий Азаров отчитался и по основным пунктам народной программы. Для транспортников на первом месте, конечно, дороги. Ремонт асфальтового покрытия, на который в этом году из бюджета всех уровней выделили 1 миллиард 700 миллионов рублей, повлиял и на движение рельсового транспорта. Можно было наблюдать всегда. По городу едешь, трамваи стоят, на перекрестке стоят двое, стукнулись. Мне кажется, с хорошими дорогами таких аварий меньше стало. В этом году впервые цены на проезд в общественном транспорте остановились в росте, а зарплата водителей выросла на 20%. Елена Звягинцева, водитель с 9-летним стажем, говорит, таких прибавок не помнит за все время работы. Раньше максимум поднимали на 5%. Да и вообще, работать стало удобней. Намного стал ремонт лучше вагона. Чувствуешь себя уверенно в вагоне. То, что ничто не произойдет. Дмитрий Азаров отметил, трамвай, транспорт всегда актуальный. Не обойдемся мы только капитальным основеством ремонта. Нужно приобретать новую технику. Без рельсового транспорта я будущего города не вижу. Потому что много было разговоров, давайте убирать трамваи забытые, это старые. За этим будущее, я в этом уверен. Скоро в Самаре появится и единая система оповещения о движении городского транспорта. Электронными информационными табло оснастят все остановки. Марина Кравцова, Владислав Манин, ГИС, События. Призваки на дорогах. В октябре резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий в темное время суток. По сравнению с прошлым годом, аварийность увеличилась на 5%. Выросло число наездов на пешеходов. Причем виноваты не только невнимательные водители, но и сами пострадавшие, которые переходят проезжую часть в неположенных местах и даже намеренно перелазят через специальное ограждение. Участниками ДТП все чаще становятся дети. Только за последние два дня 10 детей пострадали на дорогах. Вчера в промышленном районе Самары прямо на пешеходном переходе был сбит двухлетний мальчик. Ребенок переходил дорогу в сопровождении мамы. Сейчас он находится в больнице. Безопасность детей в руках родителей, заявляют сотрудники ГИБДД. Это особенно шокирующе смотрится, когда взрослый дяденька или мама тащит своего ребенка либо на красный сигнал светофор, либо вне пешеходного перехода. То есть ребенок даже знает правила дорожного движения. То есть работа вся проводится, но родители зачастую игнорируют эти правила дорожного движения. Водители и полицейские призывают подготовиться ко дню жестянника. В ближайшие дни ожидается понижение температуры, а в утренние часы на дорогах появится тонкий слой льда. С переобувкой автомобилей в зимние шины стоит поторопиться. В областной столице эвакуировали 140 детей из детского сада. К счастью, тревога оказалась учебной. Пожарные проверяют готовность педагогов и воспитателей к чрезвычайным ситуациям. До конца года учения проведут во всех школах и дошкольных образовательных учреждениях города. Короткое замыкание в электропроводке. Горит коридор на втором этаже. Путь к основному выходу отрезан огнем. Такую легенду выбрали сотрудники пожарного надзора для учений. Малышей из подготовительной группы срочно выводят на улицу по эвакуационной лестнице. Это действительно помогает, потому что дети уже организованы, они знают, как действовать в случае пожара. И то есть это проходит действительно очень быстро, потому что они знают, как поступать в данной ситуации. В течение пяти минут они уже одеваются и за 10 минут они выходят за здание территории. В 183 детском саду 140 дошкольников. Вывести их не так просто, говорят пожарные. При возникновении пожаров, как показывает статистика, дети прячутся под койки, под кровати, ну лишь бы спрятаться и убежать. Поэтому очень трудно их дисциплинировать, чтобы они нормально выходили, не прятались нигде. Чтобы научить детей правильно вести себя в чрезвычайной ситуации, учения проводят раз в полгода. Проверяют пожарные не только готовность педагогического состава, но и техническое оснащение детских садов. Кроме автоматической сигнализации, в здании должны быть огнетушители, на видных местах планы эвакуации, таблички, указывающие на пожарные выходы. Алексей Кнор, Борис Смеловский, ГИС, События. Их не зовут, они приходят сами. Судебные приставы Самарского района продолжают работу с должниками по коммунальным платежам ЗАО ПТС-сервис. Большинство неплательщиков после визита приставов начали гасить свои долги, но в работе осталось еще 50 дел с общей суммой задолженности в 544 тысячи рублей. Время 7 утра, а на пороге уже гости. И отнюдь не с пожеланиями доброго дня. Судебные приставы навещают должников. Адреса и лица зачастую хорошо знакомы. Некоторых посещают из года в год. А в какие-то двери и стучать бесполезно. Налицо признаки долгого отсутствия хозяина, считая письма за несколько месяцев. Комментарии соседей только подтверждают догадки приставов. Мы по поводу Рожкова. Данное, что это гражданин поживает? Нет, он здесь не появляется, к счастью. Если появится, может передадите ему постановление? Давайте. За год в работе приставов в Самарского района накопилось более 300 дел по долгам за коммуналку компании ПТС-сервис. Суммы разные, от самых небольших до десятков тысяч рублей. Бывают положительные результаты, то есть люди приходят, начинают оплачивать. Если большая сумма, то бывает то, что частями хотя бы начинают гасить свои долги. На путь исправления после визитов приставов встали 290 неплательщиков. Бывает, что люди платить отказываются, тогда их заставляют. Описывают имущество и забирают в счет долга. Марина Матвеевшина, Иван Карпов, ГИС-события. К борьбе со снегом и гололедом готовы. Сегодня на площади Куйбышева прошел смотр спецтехники. К своим опытным коллегам этой зимой присоединятся новые машины. Крупногабаритные и мелкие. Для уборки набережной и для очистки тротуаров. Это уже вторая партия, закупленная в этом году. В июле в город поступили 9 единиц пылеуборочных машин. Как будем бороться с суровой зимой в этом году в нашем сюжете. Ковши бульдозеров смотрят вверх. Тракторы и самосвалы рычат моторами. Скоро все это воинство выйдет на улицы Самары для борьбы со снегом. Спецтехнике предстоит содержать в порядке дороги общей протяженностью свыше тысячи километров. Защищать Самару от зимнего оккупанта, снега, будет 341 машина. Сегодня их боевую готовность проверил городской глава. Особенно его заинтересовали две новые снегоплавильные машины. Вот техника, которая все время наибольшее количество вопросов вызывает у жителей, интересу средств массовой информации. Все время они хотят ее видеть, знать где стоит. Какие планы? Готовы ли техника? Техника готова. 30 новых машин участвовали в сегодняшнем смотре. Мэр вручил водителям ключи. Малогабаритные бобкеты для уборки набережной, 6 тракторов для очистки тротуаров и 10 универсальных КАМАЗов. Они потеснят древние ЗИЛы. Новые комбинированные машины КО-829 оснащены немецкими двигателями КАМЕНС. У них удобные и комфортные кабины. Расход топлива у этих КАМАЗов в два раза меньше, чем у ЗИЛов, а цена одинаковая. Такого системного подхода, такого новопланового подхода в обеспечении новой техники не было. Единичные какие-то машины приобретались, затыкались дыры. Мы же планируем все-таки обновление парка проводить системно и постоянно. Судя по количеству спецтехники и ее оснащенности, борьба со снегом в этом году обещает быть победоносной. Городские власти призывают самарцев помочь им в этом сражении. Что мешает нам на сегодняшний день от борта до борта открывать дороги? Вы это видели, наверное, и в период снегопадов, когда машины не могли заехать во двор. Бросали открыто на проезжей части, и мы вынуждены были обходить эти места. В этом году закупили 4000 тонн новой смеси Бионорт. Она должна вытеснить традиционный песок, которым посыпает лед. Вещество тает вместе со снегом и уходит, как вода, в леневку. Поэтому следующей весной в Самаре будет намного чище. Алексей Захаров, Борис Миловский, ГИС, События. Сроки вышли. Тепло должно быть во всех домах города. На рабочем совещании в мэрии обсудили сегодня проблемы с подачей отопления. Более 90% жилых домов уже встретили отопительный сезон. Из-за повреждения трубопровода, холодной батареи пока в техникуме железнодорожного транспорта и в 20 жилых домах. Все работы коммунальщики пообещали завершить до конца дня. Мэр Дмитрий Азаров поручил главам районов еще раз проконтролировать работу управляющих компаний. Я понимаю, да, жители нанимают управляющие компании. Да, они в первую очередь, с них полномочны спросить. Но мы сегодня видим еще, что с вами не все жители это понимают. И рассчитывают, что будем вмешиваться. И будем вмешиваться, и будем помогать. Поэтому еще раз, все управляющие компании, сегодня вечером, каждый дом, каждый стояк, чтобы из-за того, что не вышел там один слесарь, весь дом не сидел без тепла. Не укладывается в график выполнения ремонта теплотрассы Волжская ТГК. Плановые работы по технической врезке на новой трассе в промышленном районе должны быть давно завершены. Глава города поручил департаменту ЖКХ применить к отстающим штрафные санкции. А на площади Славы у Вечного Огня выставлен пост номер один, где состоялось торжественное возложение цветов. Прошли показательные выступления воспитанников семи военно-патриотических клубов и объединений Самары. Участвовало около 150 человек. Почти или минуты молчания память всех, кто сражался за Родину и трудился в тылу в году Великой Отечественной войны. Михаил Николаевич в составе своего полка оказывал братскую помощь Польше, Финляндии. В составе танковых войск освобождал Москву. Участвовал в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге и закончил войну в Кёнигсберге, где русские войска взяли в плен 37 тысяч немцев. Супруга Михаила Николаевича всю войну прошла медсестрой. У ней был ребенок, война началась, а у нее ребенок зашел. Ее призвали в медсанбат, она была врачом там, и 126 человек оказали помощь. Потом немцы налетели, ее медсанбат разбомбили, они оказались на дороге, потом уже их подобрали и увезли в тыл. Ребенок был маленький, я принимала медсестрой. 7 ноября 1941 года в СССР прошли три парада в Москве, Воронеже и Куйбышеве. При этом Куйбышевский стал самым крупным, в нем приняли участие около 200 тысяч человек. В память об этом событии 7 ноября 2011 года на площади Куйбышева пройдет парад памяти, организованный по инициативе регионального отделения «Единой России». В честь приближающейся годовщины знаменитого парада сегодня во всех городских школах прошел День мужества. Здравствуйте, парады Великого СССР! Утро 7 ноября 1941 года в Куйбышеве было морозным. В день парада на главной площади города выстроились войска. На трибуну поднялся всесоюзный староста Михаил Калинин. Старые кадры военных лет – наглядное свидетельство масштабов исторического парада. Для учеников сотой школы промышленного района это настоящее путешествие в прошлое. На этом параде нам и показали другим странам и союзникам фашистов, что наша страна изгибаемая, что мы сможем дать отпор всем странам. Подрастающему поколению нужно знать о том, что случилось в те годы и гордиться за то, что сделали их дедушки и бабушки. Фильм «Хроники закрытого города» для патриотических занятий предоставила государственная телерадиокомпания «Самара». Диски с фильмом в подарок получила каждая школа. После просмотра ученики написали сочинения. Авторы лучших работ примут участие в параде памяти. Безусловно, эти уроки нужны. Безусловно, нужны они прежде всего детям. Вот эта история, эти взаимоотношения, эта память детей, по сути дела, характеризуют здоровье общества. Прежде всего, по отношению к ветеранам. Урок мужества для всей области продолжился на видеоконференции «Здесь тыл был фронтом». На прямой связи Тольятти и Сызрань. Из «Самары» о мужестве и подвиге народа рассказывают сами ветераны и организаторы парада памяти. Это еще один важный повод вспомнить о тех событиях, потому что без понимания и уважения дня вчерашнего и славной победы нашего народа Великой Отечественной войны, вклада наших земляков в Великую Победу, наверное, невозможен ни сегодняшний день, ни тем более завтрашний. Сегодня школьники города усвоили урок мужества, который 70 лет назад всем показали их прабабушке и прадедушке. Лариса Шалафаст, Валерий Шаронин, ГИС События. Причудливые формы гармонии. В Самарском доме журналисты открылась выставка Сергея Васькова «Струны моей души. Линия, объем, цвет». С 1996 года художник начал работать с деревом. Хотел показать новые грани красоты природного материала. За 15 лет более тысячи работ. Корзина с грибами, осенний лес, в его работах все то, что так не хватает городскому жителю. Многие работы автора находятся в частных коллекциях в России, Германии, Дании, Израиле, Японии. Работа над декоративным панно занимает от одного дня до месяц. Основная часть – из березы, липы, сосны. Тех пород, что представлены в наших краях в изобилии. Самые изящные и тонкие в обработке – вишня и акация. Выставка продлится в течение месяца. Любую работу можно приобрести. Редактор субтитров А.Семкин